Ну, кто это такой, вполне понятно, да, значит, ну вообще в чем задача, но задача очень простая, если у нас есть функция f, ну функция f обычно сложная, правильно, значит, и нам часто хочется функцию f разложить по базе, ну в каком-то смысле, да, значит, представить f как сумму простых, но идея ровная из линейной алгебры, сложно представить как сумму простых, но так как она очень сложная, то сумма, к сожалению, будет бесконечная, ну и вот наш вопрос встает, кто такие разумные фиенные, разумные фиенные, ну и первое, что приходит в голову, чтобы были, ну многочлены, да, многочлены, поэтому, ну разумно рассмотреть систему такую, 1, x, x квадрат, x степени n и так далее, ну и вполне понятно, что вместо такой можно рассматривать систему со сдвигами, ну мы скажем, что можно, а потом сразу скажем, что можно сделать обратный сдвиг и не будем такие рассматривать. Значит, можно рассматривать систему со сдвигами, да, значит, вот мы хотим раскладывать любую функцию по таким системам, ну понятно, что в системе со сдвигом можно сделать обратный сдвиг и рассматривать теперь только такие, с центром в нуле, да? Ну хорошо, давайте вообще подумаем, а где разумно рассматривать такие вот суммы по степеням x? Значит, давайте рассмотрим пример вот такой, значит, функция очень простая, так, гладкая, хорошая функция на всей прямой, а как она в ряд раскладывается? Как она в ряд раскладывается? Ну, из школы известная, это сумма геометрической прогрессии, правильно? Согласны? Ну, это вроде школьное утверждение, но вот теперь смотрите, но это гладкая, вот это гладкая, правильно? С, С бесконечность на R. Так? А вот этот где сходится? Где такой ряд сходится? А? Ну, при x меньше единичке, правильно? Потому что иначе не стремится к нулю. Согласны? Ну и вопрос, а где проблема? Слева гладкая функция, а справа, ну, что-то сходящееся только при меньшей единичке. Ну и проблема вполне понятна, если x-ы считать комплексными, да? Значит, вот у этой функции на комплексной плоскости есть особенность x плюс-минус i. Да? Значит, у нее есть корень. Как раз по модулю равен единичке. Да? И вот выходя в комплексную плоскость, мы теперь начинаем понимать, почему такая функция раскладывается в ряд только при модуле x меньше единички. Ну, потому что вот у нас на границе возникают особенности. Поэтому нам разумно рассматривать разложение в степенные ряды в комплексной плоскости. Значит, теперь у нас функции раскладываются, ну, когда мы про комплексные числа говорим обычно, а мы переменную называем z. Ну, x ее вещественная часть, а y мнимая. Сейчас у вас где-нибудь были комплексные числа, а алгебрии должны были быть, правильно? Значит, вы там про них все знаете, я только напомню. Значит, ну-ка, такая топология. И давайте поймем, как дифференцировать. Значит, ну, топология понятна какая. Это топология, наследуемая метрикой из R2, да? Значит, комплексная плоскость, ну, она плоскость. Значит, у вас есть прекрасная метрика, ну, прекрасная даже норма на R2, да? Значит, теперь, ну, в c у нас сходимость сдается метрикой. Сдается метрика из R2. Понятно с этим, да? Значит, сходимость наследуется вот из R2. Теперь давайте поймем, что есть дифференцируемость. Ну, дифференцируемость чуть сложнее с одной стороны, а с другой стороны чуть проще. Значит, то есть вот у меня есть функция f, комплексно значная, да? Ну, соответственно, она как-то действует из R2 в R2. То есть ей соответствует некоторый вектор функции из R2 в R2, правильно? Значит, ну, нужно понять, как связано комплексное дифференцирование с дифференцированием вещественным. Но для того, чтобы это понять, нужно узнать, кто такое комплексное дифференцирование. Значит, скажем, что f комплексно дифференцируемо в точке z0, ну, если выполнено, значит, ну, стандартное тождество. Это есть, ну, предел существует, и он обозначается производной. Да? Но теперь все арифметические операции в комплексных числах производятся, а предел берется, ну, вот, в смысле предела по метрике. Понятно? Ну, и теперь вопрос. Как связано, вот что для комплексно дифференцированной функции будет значить вот эта комплексная дифференцированность в терминах вещественной дифференцированности? Ну, вот есть такая простая теорема. Давайте с вами быстро это поймем. Значит, значит, если f c дифференцируема, ну, f она кто? Она u плюс и v. u плюс и v. Да, вот это f. f это равносилен тому, что f, значит, ну, что отображение у v из r2 в r2 дифференцируемо, ну, вот в том смысле, как было в том году, да, как функция двух переменных, и условия Каширимана. Значит, что это за условия? Ну, это очень простые условия. Значит, u по x это v по y, а u по y это минус v по x. Ну, кажется, что это невозможно запомнить, но условия очень простые. Они вот что означают, что у вас матрица производных, ну, матрица производных это кто? Что для матрицы производных значит, что вот это равно вот этому, а эти разных знаков? Ну, это значит, что у нас растяжение и поворот, правильно? То есть c-дифференцируемость значит, что у вас матрица производных, то есть локальная функция, что делает? Она осуществляет повороты растяжения. Так, давайте докажем. Ну, это нужно просто проверку осуществить, правильно? Значит, давайте эту проверку осуществим, благо она не сложная. Значит, так, доказательства. Ну, давайте писать, что значит c-дифференцируемость. Это означает, что приращение, это есть f' плюс o малая. Ну, o малая комплексная, правильно? O малая комплексная функция, которая стремится к нулю, когда дельта z стремится к нулю. Правильно? Ну, это ровно определение предела, потому что предел равен f'. В комплексном смысле. Ну, теперь нужно все записать через комплексные числа. Значит, что у вас написано? u от z плюс дельта z минус u от z, ну, тут логко такой z от z0, да? z от z0 плюс i на v, значит, минус v. Так, это я левую часть написал, а теперь правую пишу. Ну, f' это комплексное число, правильно? Значит, a плюс и b. Так, на дельта z. Ну, дельта z тоже комплексное число. Значит, такой дельта z. Дельта x плюс i дельта y. Так, ну, плюс o малое, ну, малое и комплексное. Ну, модуль дельта z тоже самое, что корень из суммы квадратов. Правильно? Корень из суммы квадратов. Ну, мы так модуль определили. Тут как бы ничего такого удивительного нет. Вот мы просто так модуль дельта z определили. Ну, и теперь надо расписать, что получилось. Ну, отдельно комплексную часть, отдельно вещественную. Ну, давайте распишем. Я вот тут распишу. Значит, u от z0 плюс дельта z минус u от z0. Это есть кто такой? Кто это такой? Ну, надо перемножить. А на дельта x, правильно? Значит, а на дельта x минус b на дельта y. Ну, плюс o малое. Так? Значит, а дельта x минус b дельта y плюс o малое от суммы квадратов. Так? Ну, и с v тоже самое. Значит, ну, нужно опять честно взять и написать, что получается. Значит, а на дельта y плюс b на дельта x. Значит, пишу. b дельта x плюс а дельта y плюс o малое. Так? Ну, я просто скобки раскрыл. А комплексное у малого я записал как вещественную часть у малого и минимую часть у малого. Они тоже у малые. Так, ну, и теперь надо понять, что это значит. Но это ровно означает, что у вас у v дифференцируемо, правильно? Значит, тут написано что? Что у вас ваше отображение есть локально линейное плюс малая часть. Ну, значит, у v дифференцируемо, ну, как отображение из R2 в R2. И матрица производных чему равна? Ну, матрица производных, вот она и написана. Значит, u по x, u по y, v по x, v по y. У y есть а минус b, а b, а. Ну, а это и есть наше утверждение. Значит, u x равен v y, u y это минус v x. Ну, и все действия были равносильные. То есть все можно обратно теперь поднять. Ну, вот получается, что комплексная дифференцируемость, она означает вещественную дифференцируемость плюс вот некоторые условия. Ну, плюс условия того, что ваш дифференциал, он устроен довольно специфическим образом. Он растяжение и поворот. Понятно с этим? Ну, вроде просто, ну, такие технические действия какие-то. Никакой интеллектуальной нагрузки эта теорема не несет. Так, ну, хорошо. Но это нам понадобится, потому что мы будем ряды дифференцировать. Ну, а дифференцировать мы будем их в комплексной плоскости. Поэтому ничего удивительного нет, что мы зачем-то стали обсуждать комплексную дифференцируемость. Ну, так что, возвращаемся к рядам, правильно? А, или вот, давайте сначала примеры какие-нибудь рассмотрим дифференцируемость в комплексном смысле. А то так сходу может быть непонятно. Какое-то новое понятие. Давайте примеры рассмотрим, какие-нибудь банальные. Значит, пример. Ну, банальный пример, да, f от z, z в степени n. Нам такое понадобится, когда мы ряды будем дифференцировать. Поэтому давайте вычислим производную. Ну как вычислять? Нужно записать определение, значит f' от z, это есть что такое? Прямо по определению, предел Δz к нулю, а f, то есть z плюс Δz в степени n минус z в степени n на Δz. Так? Просто определение. Как там в школе учили? Нужно написать разность n степеней, правильно? Так в школе учили производную считать? Или не так? Ну я пишу. Так, ну кто-то должен вспомнить школьную формулу. Что там надо? Значит Δz будет первой, правильно? А дальше будет сумма. Какая сумма? Ну такого сорта, что по k от 0 до n минус 1, а z плюс Δz в какой степени? k, да? И z в степени n минус 1 минус k. Так? Так. Ну и на Δz делить, правильно? Правильно? Так? В школе учили или не так? Ну, благо в комплексных числах арифметика такая же, как в вещественных, поэтому то, чему учили в школе, верной для комплексных чисел. Частенько, правильно? Значит, ну что, Δz сократить? Δz сокращаем, правильно? И что остается? Сумма от 0 до n минус 1, z в степени n минус 1 минус k на z плюс Δz в степени k. Ну, предел линейный, правильно? Операция взятия предела линейная. Ну и теперь что? Каждая скобочка вот эта стремится куда? К z в степени k. Так? Ну и получается что? Их сколько? n минус 1 штук? n штук, правильно? Или n минус 1? n слагаемых, так? А z в какой степени? Тут k, а тут n минус 1 минус k. Значит, n минус 1 остается. Ну и получается, как в вещественных числах, производная такая же. Так, с этим понятно. Ну вопрос, а все ли функции комплексно дифференцируемые? Ну, очевидный ответ нет, потому что мы сейчас поняли, что значит дифференцируемость в комплексных числах. Это означает, что у вас матрица и коби должна быть особого вида, да? Давайте какой-нибудь пример рассмотрим. Ну, какой самый банальный пример? Ну, z с чертой, наверное, самый банальный, да? Значит, f от z, второй пример, f от z, z с чертой. Так? Ну, комплексно-сопряженная. Ну, давайте писать, значит, что нам нужно. Нужно, чтобы был предел. А z плюс дельта z с чертой минус z с чертой на дельта z. Так? Ну, взятие комплексного сопряжения – благо линейная операция. Поэтому все это дело равно такому. Да? Ну, и теперь вопрос, почему этот предел не существует? Или он существует? Ну, ваша ставка. Ну, хорошо, но если z вещественное, дельта z, то предел существует, правильно? Чему равен? Единицы. Так может, он существует тогда? Ну, комплексно надо посмотреть, правильно? Значит, если дельта z – это i на дельта y, то что? То минус 1, правильно? Тут будет минус i, а снизу i, они сократятся, будет минус 1. Видно это? Все, значит, по одному направлению, ну, у нас функция двух переменных, значит, по одному направлению один предел, по другому направлению другой предел, ну, значит, предела нет. Так? Ну, все, значит, вот функция некомплексно дифференцируемая. Так, ну, хорошо, давайте тогда все-таки вернемся к рядам. Значит, вот мы хотели исследовать, значит, мы хотели функции в ряд раскладывать, правильно? Ну, вы это уже делали в ряд Taylor, раскладывали еще на первом курсе. Ну, для того, чтобы, значит, вот понять, где функции раскладываются в ряд, нам нужно сначала понять какие-то свойства рядов просто. Ну, и для начала самое банальное, хотелось бы понять, где ряды могут сходиться. Да, где степенные ряды могут сходиться. Значит, вот наш степенной ряд. Да, все в нуле рассматриваем, ну, потому что сдвиг сделали и все в ноль перенесли, правильно? Значит, вот наш степенной ряд. Вопрос, где он может сходиться. Как это нам понять? Ну, наверное, надо что-нибудь банальное сделать со степенным рядом. Вот что можно банально сделать? Давайте рассмотрим верхний предел. Значит, давайте поймем, где он сходится абсолютно. Ну, признак Каши нам что говорит? Что если это число меньше единички, то ряд сходится, ну, и абсолютно сходится, правильно? Ну, ряд из модулей сходится, значит, будет абсолютная сходимость, значит, будет просто сходимость комплектных чисел, потому что нормированное пространство, правильно? Вот. Ну, такое вроде легко вычислить. Ну, точнее, не вычислить, а понять, значит, что можно сделать. Z можно вынести, правильно? Из модуля СН. Так? Значит, ну и что нам признак Каши говорит? Значит, признак Каши. Q меньше одного сходится. Q больше одного. Что говорит Q больше одного? Ну, расходится, но смотрите, если бы мы поняли, что он расходится, вот отсюда бы следовало, что исходный ряд не сходится. Мы бы поняли, что расходится такой ряд, ряд из модулей, правильно? Но формально отсюда не следует, что исходный ряд расходится. Да, но на самом деле признак Каши говорит больше. Вот что он говорит? Когда Q больше единички. Ну, когда Q больше единички, у вас слагаемое к нулю не стремится, правильно? Ну, то есть, на самом деле мы понимаем, что и такой не может сходиться. Раз слагаемое не стремится к нулю, значит, он не только абсолютно не сходится, он просто не сходится. Понятно, да, вот этот момент? Значит, тут слагаемое не стремится к нулю. А поэтому не только ряд из модулей расходится, но и исходный ряд расходится. Значит, ну и тогда исходный расходится. Правильно? Ну и теперь что можно понять? Давайте мы с вами обозначим через R 1 делить на верхний предел. Корни n-ого степени из модуля cn-ого. Так? Ну, вы скажете, как мне делить на 0? Ну, очень просто. Делить на 0 будет бесконечность, а делить на бесконечность будет 0, правильно? Значит, это число от 0 до бесконечности. Но вот в том смысле, что оно принимает значение 0, если верхний предел бесконечный, и оно принимает значение бесконечности, если верхний предел 0. Ну и теперь проверяем. Значит, оно теперь утверждается, что нами доказана теорема. Внизу вот там напишу. Значит, нами доказана теорема такого сорта. Значит, если у нас есть степенной ряд, и мы рассматриваем модуль z меньше r, то ряд сходится. То сходимость. А если модуль z больше r, то расходимость. Ну, проверяем, доказана ли это теорема нами. Давайте считать, что верхний предел сначала конечный. Значит, вот у нас есть число, не нулевое, не бесконечность, верхний предел. Ну, тогда ровно и получается, значит, что если модуль z меньше, 1 делить на верхний предел, то сходится. А если больше, то расходится. Так? Если верхний предел не 0, не бесконечность, то доказано. Если верхний предел 0, то что значит? То q0 исходится всегда. Ну, а тут говорится, что r будет бесконечность принимать, ну и при любом z будет исходимость. Тоже работает теорема. Ну, в таком формальном понимании. Ну, и теперь, если тут бесконечность, и z не 0, тут бесконечность, а z не 0, то тогда у нас получается в пределе бесконечность и расходится всегда. Да, значит, r называется радиус сходимости. Давайте вот это напишем. Определение. Определение такое, что r радиус сходимости, а модуль z меньше r круг сходимости. Ну, r в смысле вот так вычислено r. Это радиус. а круг это круг сходимости. Так? Значит, ну и наша теорема что не умеет? она не умеет отвечать на вопрос, что происходит на границе круг сходимости. Так? Ну и на границе может происходить что угодно. Давайте вот это посмотрим. Значит, примеры. Ну, примеры простые. У нас, благо, сегодня сложных ничего не будет. Значит, примеры. Ну, давайте такое рассмотрим. z в степени n. Вот что можно сказать про z в степени n? Надо вычислить радиус сходимости, правильно? Ну, радиус сходимости как вычисляется? Надо вычислить корень n степени из коэффициента. Ну, коэффициент единичка. Чему равен радиус сходимости? Единичить, правильно? Значит, r единичка. Видно это? Где минус? r равно минус 1. Где минус 1? 1, 1. r это радиус. Положительный. Не бывает отрицательных радиусов. Какой же у вас круг получился бы? Модуль z меньше минус 13. Мнимый круг. Но это вот такой только вы на геометрии проходили, когда у вас там кривая второго порядка выходила в комплексную плоскость. Нет, у нас честный человеческий нормальный круг с вещественными положительными радиусами. То есть никакие радиусы комплексные мы не рассматриваем. Отрицательные тоже. Понятно? Вычисления. Ну, давайте я напишу. Значит, вот cn у нас единичка, и мне нужно вычислить верхний предел корня n-ой степени из единички. Ну, это единичка. Но это, к сожалению, не радиус, это 1 на радиус. Но на благо 1 делить на 1, это снова 1. Так? Ну и получается, радиус единичка. Ну и нужно понять, что происходит на границе. Ваша ставка. Что происходит? Значит, при модуле z меньше 1 сходимость, при модуле z больше 1 расходимость. Что происходит при модуле z равно 1? Если z просто единичка, то расходимость. А? Нет, ну а любое комплексное число. Что можно сказать? Расходится. Расходится. Почему? А? Явную формулу. Слушайте, но это слишком жестоко. Слагаемое. Слагаемое что? Не стремится к нулю, правильно? Модуль z на границе равен единичке. Значит, модуль z степень n тоже равен единичке. Ну и, значит, это не стремится к нулю. Ну, что-то должно было быть верно для сходячего всеряда. Понятно? Ну хорошо. Усложним. Значит, поставим вот так. z степень n делить на n. Тут что можно сказать? Какой радиус сходимости? Радиус сходимости можно понять? Чему равен? Одному. Почему? Ну да, да. Вот благо на первом курсе учат, что корень n степени из n стремится к одному, правильно? Поэтому радиус снова единичка. Опять-таки, мы бы вычислили 1 на радиус. Нет, ну да, мы бы прям радиус и вычислили. Значит, радиус равен... Нет, ну вы скажете, что там верхняя на нижний должен поменять. Ну давайте прямо честно вычислим. Корень n степени из одной n. Верхний предел, но благо существует предел, и он равен одному. Да? А помните, как такое считать? Умеете пределы такие считать? Или уже забыли? Ну, к экспоненте все надо свести, правильно? Функция в степени функции это сложно, надо свести к экспоненте. Кто, наверное, недавно на пересдаче был, тот должен помнить. Есть такие, кто был недавно на пересдаче? Вот Сеймур. Сеймур должен был прийти и выбираться сегодня. Он не пришел? Ну вот он должен помнить, как такое считать. Ну хорошо, радиус-то мы вычислили. А, ну мы снова понимаем, что при модуле меньше единички сходится, больше единички расходится. Единственный вопрос, что на границе происходит? Что на границе происходит? Расходится? Как так? Обычно единичка расходится. Так, а при мнимой единичке? А? Сходится, как вы поняли? Ну да, вот тут, к сожалению, придется сделать, как вы говорите. Придется разбить, значит, ну при модуле z, кто такое z? Это косинус φ плюс и синус φ, да? Так? Ну и как учит, значит, вот, ну алгебра, наверное, что это если в n-ную степень возвести, то что будет? Будет косинус nφ, правильно? Плюс и синус nφ. Так? Ну и у нас какие ряды получаются? У нас получаются ряды такого сорта, что это, значит, косинус nφ на n плюс и синус nφ на n. Так? Ну и они сходятся когда? Когда такие сходятся? Ну что там учит признак Дерехле? Что сумма ограничена 1 на синус φ пополам, да? А когда синус φ пополам 0? Если φ пополам, это 0 или π, правильно? То есть если φ не равно нулю и двум π, то сходится. Ну а если φ равно нулю и двум π, то это как раз ряд из одной n. Да? Значит, получается, что при z не единичке сходится, ну а в единичке расходится. Так? Понятно с этим? Значит, ну вот просто вспомнили там вот эти школьные, учебные, семинарские признаки Дерехлея. Ну просто Дерехлея. Абель нам понадобится чуть позже. Ну хорошо, ну давайте еще что-нибудь рассмотрим. А если тут будет n квадрат? Давайте я отдельно напишу. Что будет, если n квадрат? n квадрат. Тогда что можно сказать? Ну радиус сходимости чему равен? Ну все той же единичке, правильно? Ну и что происходит на границе? Что на границе происходит? А? Ну сходится, потому что мажорирует сходящимся, да? Значит, просто у вас модуль z в степени n на n квадрат оценивается 1 на n квадрат. Ну, равен. Ряд из модулей просто сходится, да? Ряд из модулей сходится, значит сам ряд сходится. Ну хорошо. Ну давайте еще два примера рассмотрим. Значит, четвертый на факториал давайте поделим. Так. Что про такое знаете? Тут можно радиус сходимости вычислить? Ну мы снова начнем с верхнего предела. Значит, корень n степени из n в факториал. Так. Как такое посчитать? По стерлингу, правильно. Значит, что так получается? Верхний предел, но он будет пределами, я уже что-то черту не буду писать. Значит, n делить на n корень из 2πn, а e в степени n в степени 1n. Так? Куда стремиться? К бесконечности. Да, к бесконечности, правильно. Значит, n делить на e получается. Да? Ну, n делить на e стремится к бесконечности. А, все. Значит, что мы понимаем? Какой радиус сходимости? Сейчас, ну какой-то обман произошел. Кто кого обманул? А потому что у нас должен быть 1 на n факториал, а я не терял. Ну, я вас обманул, да. Потому что здесь вот так, на самом деле. Мы сразу радиусы посчитали. Значит, это ноль. А радиус чему равен? Бесконечности, правильно. Ну, было бы странно, если бы он ноль, мы делим на факториал, да? Значит, ну, как минимум, где-то он должен сходиться. Вот вы мне могли сразу сказать, что я вас резко обманул. Правильно? Резко обманул. Ну, хорошо. С этим понятно, да? Ну, а если бы было умножение на факториал, давайте я вот тут сверху где-нибудь сотру. Значит, если бы был вот такой, то как раз было бы что? Ну да, то как раз было бы, как в первой ситуации, он нигде бы сходиться не мог. Правильно? А вот, кстати, четвертый пример, это вообще что за функция такая? Знаете? Ну да, это экспонент, правильно? Это ряд для экспонента. Ну, по крайней мере, в вещественных числах это вы должны уже знать. Да? Ну, на самом деле, для комплексных тоже верно. Это будет экспонент комплексный, это будет e в степени z. Так, все, ну, с таким понятно, значит, r, r0, да? r0. Ну, мы только что его вычислили, когда ошиблись в четвертом примере, правильно? Так, все, хорошо, с этим с примерами понятно. Значит, первая теорема Абеля. Значит, если мы рассмотрим, значит, пусть у меня есть ряд степенной, степенной ряд, r – это радиус сходимости, и r1 меньше r. Ну, тогда утверждается, что в круге сходимость равномерная. Так, доказываем. Как доказываем? Ну, доказываем очень просто. Значит, надо рассмотреть наш ряд, а не наш ряд рассмотреть, надо рассмотреть слагаемое и сказать, что оно мажорируется кем? Правильно. Значит, модуль z меньше r1, да? Равномерная сходимость – это когда модули равномерные сходимости? Что? Равномерная сходимость – это когда модули, ну, ряд с модулей сходятся равномерными? Нет, ну, равномерная сходимость – это как вот, ну, как вам определяли. Supremum, хвоста, маленький. Ну, у нас будет абсолютная сходимость. У нас, благо, все настолько просто, что она будет не только равномерной, но и абсолютная. Ну, в принципе, нет, ну, вот в этой ситуации будет абсолютная. В принципе, равномерная сходимость означает, что, значит, ну, что вот такой супремум по z из вот этого вашего множества, z большое, скажем, хвостов стремится к нулю по n, правильно? Ну, вот что, ну, это просто определение равномерной сходимости. Ну, у нас она даже абсолютная будет. Почему? Ну, потому что мы мажорируем, да? Такой ряд сходится. Почему такой ряд сходится? Ну, потому что r1 меньше r большого, да? Поэтому признак каши нам и говорит, что такое сходится. Вот мы только что это доказали. Ну, значит, получается, что наш ряд мажорирует сходящимся независимым от z. Ну, и по вирш-трассу наш ряд сходится абсолютно равномерно. Как вам больше нравится? Абсолютно равномерно. Вот он очень хорошо сходится. Понятно? Просто вирш-трасс. Так как мы внутри круга сходимости находимся, да, внутри круга сходимости, то такой ряд просто сходится. Ну, это мы только что доказали. Вот такая мы внутри круга сходимости, мы сходимся. Значит, просто признак каши. А теперь по вирш-трассу наш ряд мажорируется сходящимся независимым от точки z. Ну, и значит, наш ряд сходит равномерно. Просто хвосты равномерно маленькие, но наш критерий каши выполнен. Понятно? Ну, все, перерыв устраиваем. Пусть у вас ряд сходится в точке z0. Да? Значит, ряд сходится в точке z0. А тогда утверждается. Значит, ну, что это означает? Это означает, что... Значит, вот у вас была точка z0. Значит, во-первых, это означает, что у вас радиус сходимости, как минимум, модуль z0, правильно, раз он в точке z0 сходится. Значит, ну, грубо говоря, можно сразу считать, что она на границе. И у вас есть сходимость в этой точке. Ну, тогда утверждается, что на этом отрезке будет сходимость равномерная. Значит, тогда... Ну, это сходится. Тогда на... Значит, тогда ряд сходится равномерно на 0 z0. Так. Можно еще телеводить? Да, да, вторая. А можно еще раз? Еще раз. Значит, пусть у вас степенной ряд сходится в точке z0. Тогда на отрезке 0 z0 сходится он равномерно. Так. Значит, ну, отсюда сразу предыдущей теореме следует, что на любом, ну, вот, меньшем круге сходимость равномерная, правильно? При модуль z меньше модуля z0. Так. Ну, ну, скажем, меньше минус эфислом, вот так, да? Ну, потому что точность z0 у вас сходимость. Значит, z0, ну, вот, круг радиуса модуля z0 точно лежит, ну, внутри, ну, возможно, на границе, а круг радиуса сходимости, да? А поэтому на любом внутреннем у вас уже равномерная сходимость. Вопрос, вот, что с границей? Ну, вот, оказывается, что если в точке z0 есть сходимость, то на всем отрезке будет сходимость равномерная. Да? А доказательство очень простое. Какое? Ну, надо понять, кто такой отрезок. Ну, отрезок – это вот такое. Правильно? Отрезок – это просто линейное растяжение z0, ну, вот, с коэффициентом от 0 до 1. Так? Ну, теперь что нужно сделать? Параметризацию подставить. Подставляем. Сумма, значит, что получается? t в степени n, c в степени n, z в степени n, правильно? А вот мы подставили параметризацию. Ну, и теперь что видно? Почему такой ряд сходит равномерно? Посмотрите, но теорема же не зря называется теоремой Абеля. Абеля. Значит, что тут работает? Это работает признак Абеля. Т в степени n – монотонная, равномерно ограниченная. Правильно? А ряд сходится. Ну, сходится равномерно, потому что он не зависит от t. Да? Сходится, я напишу так, в скобочках, равномерно. По t, ну, так как он от t просто не зависит. Поэтому по признаку Абеля получается равномерная сходимость вот того вот написанного ряда. Так? Видно? Ну, и теперь не нужно удивляться, что признак Абеля у вас никогда не применялся. Вот он применился. Понятно с этим? Ну, теперь смотрите, что мы получили. Мы получили… Значит, что у нас… Где у нас наша функция, представленная рядом, непрерывно? Сейчас, я это уже проговорил несколько раз. Мы говорили это быстро, а мы должны дочитать. Так не надо читать, надо воспринимать. Значит, t в степенин монотонная, а ряд сходится. Сходится. Слушайте, а то прочитаете и ошибки какие-нибудь обнаружите, правильно? Да. Вот, поэтому нужно не читать, а, так сказать, ну, понимать, о чем разговор. Вот разговор о том, что тот ряд сходится равномерно по признаку Абеля. А что нам говорит признак Абеля? Он говорит, что если одна монотонная, ну, и равномерно ограниченная, а второй сходится, то тогда равномерная сходимость, правильно? По признаку Абеля сходится вот тот ряд, обведенный в квадратик. Сходится равномерно, да? Значит, признак Абеля говорит, что вот этот обведенный в квадратик ряд сходится равномерно. Еще раз, почему? Ну, вам не важно, вы могли считать, что у вас нормированное пространство, да? Когда преобразование Абеля применяете, ну, так сказать, ничего нового, от того, что у вас стало пространство не r, а нормированным не поменяется. Ну, преобразование Абеля будет такое же, то есть вы могли считать, что у вас альфа n-ное от t на xn-ное от t, где xn-ное вектора, а альф числа. Так как преобразование Абеля то же самое вам делает, ну, и признак остается в силе. Да? Ничего не поменялось от того, что у нас вот эти вот элементы линейного пространства, да? Ну, двумерного. Не поменялось, ну, в общем, ничего, потому что, ну, просто преобразование Абеля такое же, и признак такой же остается. Что мы с вами поняли отсюда? Мы с вами поняли, что, значит, если функция представилась степенным рядом, то f непрерывно где? Ну, там, где равномерно сходится, правильно? А где равномерно сходится? Ну, на области сходимости. Значит, а c на области сходимости. Сейчас, вот это мы поняли? Давайте подумаем, вот это мы поняли или это неверно? Ваша ставка. По-моему, это неверно. Это неверно почему? Потому что у вас по границам могло быть, да? Вот это было бы верно, если бы мы рассматривали только в вещественном пространстве, да? Вот если бы мы рассматривали все в вещественном пространстве, то это было бы верно. Если бы мы круг теперь ограничили бы на вещественную плоскость, то что бы у вас происходило? Значит, вот у вас получился бы интервал, да? И, значит, если у вас сходится где-то здесь внутри, то внутри сходится равномерно, если вы точку внутри берете, да? А если вы точку берете на границе и в ней сходится, то сходится равномерно здесь, а на всем отрезке сходится равномерно. Ну и получается, что непрерывно из-за равномерной сходимости. Но в комплексной ситуации-то... Даже тут могут быть проблемы, если у нас конец не будет. Нет, тут не может быть проблемы. А если конец не будет? Какой? Вот этот? Да. Значит, это не точка сходимости, и там нет непрерывности. Да, но почему у нас сходится незде на полуинтервал? Нет, ну это понятно, потому что радиус сходим... Ну, потому что это r, ну, минус r, а это плюс r, а это минус r. Да? А внутри сходится равномерно. Если вы точку взяли внутри, то сходимость равномерная. То есть она внутри интервала сходимости. Да, да, ну это b такое, ну что вы. Ну p, b. Понятно, да, что на прямой вроде работает. А на c могут у вас на границе быть особенности, правильно? Значит, у вас может быть сходимость с какой-то точки, а к ней могут особенности подходить. Поэтому на c это уже спорное утверждение. Так, понятно с этим? Значит, ну про непрерывность мы что-то поняли. Ну, а внутри, конечно, у вас внутри кругосходимость равномерная, и внутри кругосходимость у вас непрерывная функция. Так, ну что, раз мы непрерывность обсудили, надо дифференцировать начинать, правильно? Или неправильно? Значит, теорема, ну она тоже простая, как и все сегодняшние. Значит, если у вас есть cnz в степени n, то если его формально продифференцировать, что получится? Ну, получится такое. Правильно? Ну и утверждается, что радиус сходимости второго, значит, вот первый, а это второй. Значит, радиус сходимости второго равен радиусу сходимости первого, и производная, значит, первого есть второй. Ну где? Ну внутри кругосходимости. Ну r это радиус сходимости. Ну вы мне скажете, очевидно, теорема была, что там равномерно сходится, значит, дифференцируем. Но проблема в том, что у вас теорема была вот тут вещественная, но и там вы в доказательстве пользовались чем? Лагранжем пользовались, да? А на оценку, конечно, у вас никакого Лагранжа такого нет. Ну поэтому проверим, да, на плоскости. На плоскости у вас Лагранжа нет, поэтому руками придется проверить. Оценка есть, да. Но вы пользовались не оценкой. Нет, но общение такое, что есть оценка, что оценивается максимум производной на длину отрезка, это верно. Но просто теоремы о промежуточном значении нет. Ну потому что, грубо говоря, вы могли обходить по разным путям. Вот из-за чего нет теоремы о промежуточном значении. Ну просто руками докажем, потому что, благо, все несложное. А доказываем? Ну пытаемся. Значит, первое утверждение… Смотрите, я даже не стирал условия, видите? Значит, доказываем, если я найду себе мел. Значит, как мы это доказываем? Ну первое утверждение – детское, правильно? Потому что верхний предел корня n-1 степени из n на модуль cn. Чему он равен? Значит, он равен верхнему пределу n в степени 1 на n-1 умножить на модуль cn в степени 1n в степени n на n-1. Так. Ну у этой штуки есть предел единичка, а она начинает стремиться к единичке, ну и все получается что? Все совпадает с верхним пределом корня n-1 степени из cn. Так. Ну это вот упражнение там для первокурсника. Проверить, что верхний предел произведения есть произведение, ну если вот у этой последовательности есть предел, то это произведение предела на верхний предел второй последовательности. Понятно, да? Ну просто вот честная ручная проверка, ну вот единственное, что непонятно, почему предел произведения есть произведение пределов, ну верхних, да? Ну это верно, вот это некоторое упражнение. Ну на первом курсе оно разбирается, если помните, можно открыть и посмотреть. Так, ну хорошо, но если это понятно, то надо проверять второе, значит, что означает второе? Ну второе по определению надо проверить, правильно? Значит, по определению, сейчас, мне это пока нельзя стирать, да? Или уже можно? Но я пока оставлю, ладно. Значит, второе такое, надо сумму написать, z плюс дельта z в степени n, cn, минус сумма бесконечная, cn, z в степени n. Ну и нужно, чтобы что? Чтобы вот это минус такое, cn, n, z в степени n-1, было маленьким от дельты z. То есть, когда я поделю на дельты z, это было бы по модулю стремилось к нулю. Вот что нужно. Ну давайте проверять. Значит, сумма третья тоже бесконечная, да? От нуля, ну я от единички могу написать, до бесконечности. Давайте проверять. Как мы это проверим? Надо заказать, наверное, себе. Да, значит, z у нас, z внутри кругосходимости, правильно? Но можно считать, что дельта z настолько мало, ну скажем, давайте я вот так напишу, а дельта z настолько мало, что еще и вот так верно. Так, значит, если у нас точка была внутри круга, то можно считать, что есть маленький круг, что мы все еще внутри круга находимся. Правильно? Значит, ну вот, заказали себе, чтобы мы все время находились где-то внутри круга. Но раз мы находимся внутри круга, то сходится вот такой. Ну даже такой. Правильно? Ну потому что с радиусом сходимости одинаковые. Значит, если у нас сходится наш, то круг сходимости для второго ряда из производных такой же. Значит, можно считать, что сходится ряд из производных в точке r1, ну r1 меньше r. Правильно? От единицы? Давайте от единицы напишем. Но я мог от нуля писать, потому что когда n 0, тут слагаемого нет. Это неважно, как я пишу, да? Ну там коэффициент нулевой получается, множитель нулевой, поэтому если я пишу от нуля, то это тоже верно. Понятно, почему вот это можно себе заказать? Значит, еще раз. Смотрите, вот у этого ряда, у ряда из производных, радиус сходимости тоже r. Правильно? Значит, z лежит внутри круга сходимости. Модуль z меньше r. Если дельта z достаточно маленькая, то модуль z плюс дельта z можно считать, что это меньше какого-то r1, который меньше r. Ну а раз r1 меньше r, то в нем просто ряд сходится абсолютно, потому что это определение радиуса сходимости. Ну, признак каши, который мы использовали, да? Все, такой сходится. Ну, раз он сходит, то что? Существует n, что сходится, что хвостовая часть маленькая. Значит, ну там до любого epsilon, да? Давайте я изначально зафиксирую какой-то epsilon. Вот, epsilon больше нуля фиксировано. Понятно, да? Значит, хвостовая часть маленькая. Ну и все. Значит, что у нас получается? Вот это равенство. Давайте я по модулю буду оценивать. По модулю. И оценку напишу сверху. Правильно? Значит, это меньше либо равно. Меньше либо равно чего? Ну, надо оставить начало себе. Вначале все хорошо, конечная сумма. Там к пределам можно переходить. А хвостовая часть маленькая. Так? Значит, смотрите, что получается. Сумма от нуля до n-1, cn, а в скобках кто? z плюс дельта z в степени n минус z в степени n минус 1. Так? Значит, вот квадратная скобка закрылась и модуль закрылся. Это начало. А теперь что с хвостом? Ну, отсюда хвост уже маленький, да? Значит, отсюда получается просто оценка. Давайте я напишу сначала, а потом оценки буду писать. Значит, вот отсюда кто остался? Отсюда остался модуль дельта z на сумму от n до бесконечности n, cn, а модуль z в степени n минус 1. Так? Это вот из этого остался. А теперь вот тут разность. Тут разность. Правильно? Но с разностью я поступлю по школьному. Разность n-ных степеней напишу. Значит, пишу. Значит, разность у нас такая. От n до бесконечности модуль cn, а тут z плюс дельта z в степени n минус z в степени n. Правильно? А? Это я написал отдельно. А? Смотрите, я хочу отдельно оценить остаток вот тут. Правильно? Остаток вот тут хочу отдельно. Ну, там хвост остался. Его я отдельно напишу и оценю. Согласны с этим? Или теперь вообще ничего не понятно? Или теперь все кристально ясно? Нормально ясно. Нормально ясно. Ну, хорошо. Ну, смотрите, тут по-детски получается. По-детски что получается? Значит, сумма cn останется, а тут кто будет? Сумма... Давайте я неравенство сразу напишу. Сумма кого? От нуля до n минус 1. Так вы меня учили? z плюс дельта z в степени k, а сам z n минус 1 минус k. А это по k, а это по n. Да, да, вот так. Так? Ну, просто разных стенок степеней и модуль суммы я оценил сумму модулей. Понятно? Кто понял? Ну, я буду считать, что большинство. Так. Смотрите, тут написали разность n степеней. Там получилась сумма вот таких. Но сумму таких я оценил, а модуль суммы, сумму модулей я оценил. Правильно? Да. Теперь понятно? Кого? Дельта z в степени n. Дельта z в степени n. Дельта z потерян, он не в степени, он один, да? Значит, я понял, почему непонятно, потому что неверно. Так? Да. Дельта z потерян, но найден. Вот он. Да, это который сам разность. Ну и все, смотрите, чем это оценивается. Оценивается модуль дельта z на кого? На сумму, значит, сколько слагаемых n штук, а каждая кем оценивается? r1. Так? Каждая из них r1 оценивается. Ну мы так себе заказали. Правильно? Чтобы z плюс дельта z было достаточно маленьким. Вот. Понятно? Ну и все. Смотрите, что получается. Дельта z на epsilon. Согласны? Ну это потому, что мы сказали, чтобы хвост был маленький. Ну то есть вот тут еще плюс. Плюс. Смотрите, кто? Плюс дельта z на epsilon. Так? Но вот это тоже оценивается epsilon. Правильно? Модуль z тоже меньше r1. Вот. Видно? Ну мы себе так тоже заказали, чтобы модуль z был меньше r1. Понятно? Поэтому вот это все тоже меньше epsilon. Так? Понятно? Ну и итог такой, что вся наша разность, значит, кем оценилась? А оценилась вот этим, а плюс 2 epsilon на модуль дельта z. Так? А? А мы себе же так заказали. z ценили r1, а хвост маленький, меньше epsilon. Значит, вот это все. Ну вот меньше вот этого. Ну я давайте еще раз напишу, что получается. Конечная сумма. Значит, минус n на дельта z на z степени n-1. Плюс 2 epsilon на модуль дельта z. Так? Вот мы вот этого добились. Ну то есть просто хвосты равномерно маленькие. Поэтому наша отличается от конечной суммы на маленькое на 2 epsilon на дельта z. Еще раз? Ну давайте еще раз. Значит… А? Еще раз. Смотрите, мы хотим оценивать вот это вот большое выражение. Мы хотим, чтобы оно было дельта z на что-то маленькое. Так? А начинаем оценивать. Как мы оцениваем? Ну оцениваем из той идеи, что хвосты маленькие, а начало будут стремиться. Значит, разбиваем на начало. Вот оно, начало. И две хвостовые части. Хвостовая часть вот этой суммы и хвостовая часть вот этой. Так? Хвостовая часть вот этой оценилась вот таким образом. Так? Ну дельта z я вынес. Получилось n cn на модуль z в степени n-1. Ну модуль z меньше r1. Мы себе так заказали. А хвост маленький меньше epsilon с r1. Правильно? Значит, вот это все меньше epsilon. Получилось меньше дельта z на epsilon. Теперь работаем с хвостовой частью вот этих двух слагаемых. Она вот написана. Правильно? Ну точнее ее оценка. Мы модуль суммы оценили суммой модулей. Так? Все. Тут применяем школьную формулу разности n-ных степеней. И сразу пишем, что модуль суммы снова оценивается суммой модулей. Да? Вот школьная формула, но с оценкой уже сразу. Но каждый из них меньше r1. Это так заказано. Изначально. Правильно? А сколько их? Их n штук. Ну и написано n cn r1 степени n-1. Но этот хвост маленький меньше epsilon. Так заказано изначально. А меньше epsilon. Получилось epsilon delta z. Ну то есть получилось что? Плюс еще epsilon delta z. Вот он. Но итог такой. Начало плюс 2 epsilon delta z. Да? Ну все. Теперь что мы хотим? Хотим понять, почему это сколь угодно маленькое. Вот значит взяли любое epsilon. Нашли n большое, что вот так. Тогда наш оценился таким. Но теперь если delta z маленький, то сумма конечная и можно в ней переходить к пределу. Да? Ну что значит к пределу? Ну можно поделить на delta z теперь, да? Значит мы хотим, чтобы вот это, деленное на delta z, было O маленьким, стремилось к нулю. Значит тут тоже делим на delta z. Да? Тут делим. Ну и получается что? Вот это уже не нужна палка. Получается что? Тут написано определение производной. Правильно? То есть вот эта разница, деленная на delta z, как раз и стремится к n на z степени n-1. Мы это вычисляли в самом начале, помните? Поэтому вот это сколь угодно маленькое, а сумма конечная. Поэтому можно добиться, чтобы сумма была меньше epsilon. А тут delta z делится на delta z. Ну и получается единичка. То есть получается, что это при delta z достаточно маленьких, значит существует delta, что для delta z меньше delta, а вот тут меньше трех epsilon. Значит существует delta, что вот так, что вот так. Правильно? Понятно? Ну то есть первая сумма просто маленькая. из-за того, что предел. Да, вот каждая слагаемая маленькая, сколько угодно маленькая. Но сумма конечная, поэтому можно сделать каждое слагаемое ну настолько маленьким, чтобы сумма была меньше, чем epsilon. Ну и получилось 3 epsilon в итоге. Поэтому наша, получается, разность есть у маленькая. Значит для любого epsilon мы нашли delta, что оно меньше epsilon. Ну 3 epsilon, да? Значит получается, что наша стремится к нулю, ну и поэтому доказали, ну просто по определению, что производная есть вот этот ряд. Дальше, ну смотрите, ну дальше теперь, что мы поняли? Степенной ряд в круге сходимости дифференцируется. Ну значит он дифференцируется бесконечное число раз. Правильно? То есть если функция представлена степенным рядом, то она бесконечное число раз дифференцируемая. Так, тут могу стирать, но будем считать, что молчание знак согласия. Значит, пусть у меня f представлено степенным рядом с ненулевым радиусом сходимости. Тогда бесконечное число раз дифференцируемо, ну вот внутри круга сходимости. Так, но смотрите, а раз она бесконечное число раз дифференцируемо, то можно понять, как коэффициенты вычислить. Как вычислить? Нужно взять n-ную производную, тогда у вас пропадут в кто? Первые n-1. А если я теперь 0 подставлю, то что получится? Будет n факториал на cn-ный. Так? И отсюда получается, что cn-ный, это просто fn-ный в нуле на n факториал. То есть степенной ряд, он ряд тейлора своей суммы. Так? Значит степенной ряд, он ряд тейлора своей суммы. Если функция представлена степенным рядом, то мы только что доказали, что она один раз дифференцируемо, а значит и бесконечное число раз дифференцируемо, потому что производный снова степенной ряд с тем же радиусом сходимости. Правильно? Значит она дифференцируемо бесконечное число раз. Но давайте начнем дифференцировать. Дифференцирую, беру n-ную производную. Первая n-1 пропала, это многочленный степень n-1. Ноль подставляю. Все начиная с n-1 пропали, потому что там z-ы были. Остался только n-ный. Там было cn на n факториал. Ну и все, значит мы нашли cn-ный. Ну и получили, что, ну отсюда сразу, что cn-ный это fn-ный в нуле на n факториал, ну значит степенной ряд, он обязательно ряд тейлора своей суммы. Да? Ну конечно, у вас там были стандартные примеры, что не любая функция раскладывается в ряд тейлора. Тейлора, значит если там f от z это e в степени кто? Минус 1 на z квадрат. Ну вот в вещественной области, у нее бесконечно дифференцируемая функция, но у нее все производные в нуле ноль. Да? Но функция не ноль, значит она не может разложиться в ряд тейлора. Понятно, да? Ну и понятно, почему она не может. Потому что с точки зрения комплексных чисел, что происходит? z. Если z чисто мнимая, то что будет происходить? Там будет, с плюсом уже минус пропадет, правильно? Будет e в степени 1 на y квадрат. А куда это стремится? Когда y стремится к нулю? Что получается? А? Бесконечность. Ну да, бесконечность получается. То есть у вас функция даже не непрерывная. Поэтому комплексно дифференцируемой быть не может. А если функция разлагается в степенной ряд, то она разлагается в комплексный степенной ряд, да? То есть если она на вещественной прямой где-то сходилась, то она сразу в круге будет сходиться в комплексном. Поэтому она сразу распадается в комплексный степенной ряд. Значит она обязана быть хотя бы непрерывной функцией. А это не непрерывная. Поэтому она не может разлагаться в степенной ряд. Вот с точки зрения комплексных чисел это довольно очевидно. Да? Если радиус сходимости положительный, то значит первообразная, я вот так напишу, но не буду уточнять, что это значит. Но это значит первообразная. То есть не какой-то там интеграл по разбиениям, это первообразная. Но она чему равна? Ну это c плюс понятно какой ряд. Значит только нужно понять, надо умножать или делить. Делить, правильно? Значит вот такая сумма. Согласны? Ну потому что у этой суммы будет тот же радиус сходимости. Внутри круга сходимости она дифференцируема, и ее производная есть наш ряд. То есть первообразная, вот она такая, потому что мы только что это доказали. Но кроме того, можно интегрировать, давайте я вот так напишу. Значит если у меня, скажем, отображение z от t действует из отрезка внутрь круга сходимости, то есть образ компакта принадлежит. Я вот так напишу, значит. Модуль z меньше либо равен r1, r1 меньше r. Ну r это по-прежнему радиус сходимости. Вот у нас был круг, а мы как-то отобразили отрезок внутри круга. Ну отображение там непрерывное. Тогда что? Тогда интеграл, ну и пусть у вас f от z от t есть сумма cn z от t в степени n. Ну можно даже с каким-нибудь весом написать. Давайте я напишу ρ от t, dt. Ну и тут тоже ρ от t напишу. Ну ρ непрерывная ограниченная функция. Ну почему это так? Ну потому что сходится равномерно. Доказательство, ну оно не доказательство, оно просто наблюдение. Ряд сходится равномерно. Ну можно понимать интеграл, вы скажете, ну он какой-то комплексный, комплекснозначный интеграл. Ну понимаете, как интеграл от вещественной части и от мнимой части. Да. А? Слишком мелко, давайте я вот тут крупно напишу. Значит переписываю вот тут крупно. 0,1 f от z от t, ρ от t dt. ρ это положительная, ну не обязательно положительная, непрерывная функция. Это есть сумма cn 0,1 z от t в степени n, ρ от t dt. Да? Ну это верно, потому что сходится равномерно. Да? Здесь мы говорим, что та Ро найдется на штуке. Здесь мы говорим, что та Ро найдется на штуке? Что, что разойдется? Ро. Ну конечно, ну Ро непрерывная ограниченная. Но она никак не влияет на сходимость равномерную, правильно? Ро, когда это репп. Ну что вот так? Словами. А пусть z от t отображения отрезка внутрь кругосходимость. Ну так, что образ компактом принадлежит ему. Да? То есть r1 меньше r. Тогда можно переставлять интеграл и сумму. Да? Ну на вещественной прямой это совсем понятно. На вещественной прямой это вот что означает. что если у вас есть... Давайте я напишу вот так. А, b принадлежит... Давайте я вот так напишу. Модуль z меньше r, пересеченный с вещественной прямой. Тогда интеграл от a до b, f от x dx. Есть сумма cn интегралов от a до b, x в степени n dx. Да, вот в вещественной ситуации вот такое утверждение. Что интеграл и сумма перестановочная. А что такое интеграл в комплексной ситуации, пока вы не очень знаете. Правильно? Поэтому я вам написал в такой странной форме. А? Что r1? Непрерывная, непрерывная. vr, vr, vr. Ну просто мы пока еще интеграл по кривой не определяли. Правильно? Это следующий семестр. А тут уже двумерное пространство. Поэтому формально я должен интегрировать по кривой. Вот, поэтому получается такая странная запись. Но в следующем семестре вы поймете, как такая rho. В смысле rho? Какое на рывой? Ну, rho для того, чтобы потом интеграл по кривой был. Как по кривой интегрировать? Надо на длину вектора скорости умножать. Правильно? Вот длина вектора скорости, на самом деле. Ну, потому что в комплексной ситуации вам нужно будет по кривой интегрировать. Когда у вас круг сходимости, комплексная ситуация, то у вас есть кривая, и вам нужно определять интеграл по кривой. Но мы пока не знаем, что такое интеграл по кривой. Механики знают, но мы же не механики, мы не знаем. Поэтому получается вот такая теорема. Ну и почему она верна? Ну, потому что ряд сходится равномерно. Значит, доказательства. У нас уже все. Как все? Время кончилось. Время кончилось. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...